В 100 километрах от столицы, в русском районе Московской области, восстанавливается храм в честь пророка Иоанна Предтечи в деревне Сумарокова. Бывшее патриаршее подворье с января прошлого года изменило свой статус. Теперь это подворье Московского Новоспасского Ставропагиального мужского монастыря. О ходе реставрационных работ, нуждах и чайных святой обители узнавала наш корреспондент Эльвира Гордеева. Сверкающий на солнце новенький крест на отреставрированной главке виден издалека. Еще при подъезде к селу. Иоанно-Претечинский храм, точно центр притяжения окрестных домов, существовал еще здесь несколько столетий назад. Только прежде поселение это именовалось село Ощерино. Первое упоминание о храме относится к концу 16 века, когда владельцем села становится Иван Иванович Оссоргин. Он строит храм в честь своего небесного покровителя, святого Иоанна Предтечи. За долгую историю своего существования здание деревянной церкви не единожды сгорало до тла и заново строилось. Как, впрочем, и само село, пережившее польско-литовскую интервенцию и отечественную войну 1812 года. В конце 19 века, в 1867-73 годах, на добровольные пожертвования и при участии благотворителей был построен этот каменный храм в честь собора святого Иоанна Предтечи. В четырехстолбной, крестово-копольной храм был довольно просторный, строился с учетом большого числа прихожан местных и соседних сел. А в нем было тогда три предела – в честь Иоанна Предтечи, святого пророка Ильи и святого Николая Чудотворца. История возрождения церкви началась в конце 80-х годов прошлого века трудами бывшего настоятеля иеромонаха Гурия Федорова, ныне епископа Дальнегорского и Арсеньевского. Храм был очищен от мусора, деревья были спилены, которые росли и на крыше, и в стенах, и корнями сами разрушали, временная кровля была устроена. Когда я сюда пришел, то мне уже было намного легче, чем ему. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Без окон, без дверей, с протекающей крышей храм трудами настоятеля потихонечку начал принимать обжитой вид. Есть проект восстановления, утвержденный в Министерстве культуры. По нему и следуют. Шаг за шагом. Хоть и медленно, но к цели. С июля, начав работу, мы смогли провести, восстановить верхнюю часть, как вы видите, да, она восстановлена, вот этот восьмерик, вставить окна, укрепить своды во всем храме, потому что они были в аварийном состоянии, могли в любое время обрушиться. Ну а в этом году предстоит уже сделать фасадные работы, капитальную кровлю сделать. Весь день братья и монастыря, помимо участия в богослужении и молитве, проходят в трудах. Забот хватает. Послушания разные на подворе бывают. И собак накормить, и у нас куры, перепелки, индюки. Всех придется кормить. Дрова колем, печки, воду возим, если нужно. Иеромонах, отец Сергий Филиппов, мечтает только об одном – полностью восстановить храм, благоустроить территорию, обустроить жилье для паломников и странствующих, возродить занятия в воскресной школе. И он искренне верит, что милостью Божией и с помощью благотворителей все так и будет. Окажите и вы посильную помощь в деле возрождения исторического храма. Продолжение следует...